Ребята, у меня на Рутюбе вышло новое видео с мамой Кукинг, как мы готовим отбивные из свинины и жульен из шампиньонов, так что обязательно посмотрите, и как раз этот флог будет о том, как мы снимали наше кулинарное шоу. Надеюсь, что вам понравится, ссылку оставила в описании. Нет. Да. Мука. Когда начинаешь готовить на камеру, сразу начинаешь интересоваться великим, могучим русским языком. Ну добавляй, добавляй. Это твое фирменное блюдо. Ай, вообще такая прелесть. Мама пришла в гости. Я ей показываю. Она говорит, можно я что-нибудь посмотрю? Так, а я уже теперь не запомнила. Да, оставь, я потом сложу как-нибудь. Да, заверни просто. Ты складываешь потрясающе. Я так не могу. Я просто заворачиваю, и все. Там еще у меня куча всего. Давай, давай еще показывай. О, божечки мои, какая прелесть. А это что? Бантики. О, какая прелесть. Смотри, ребят, здорово. Вот на голову. Ну это понятно, что не на руку. Прелесть. Все постиранное. Масочки. Ну эти мы с тобой брали, помнишь? Ой, да, я помню. Господи, боже мой. Такая маленькая лапочка. Вот такая лапочка малюсенькая. Ой, короче, не могу. Я прямо сейчас это заплачу. Она мне когда прислала видео с комнаты, я смотрела комнату, и я, короче, расплакалась. Помнишь, я тебе голосовуху написала? Я тебе прислала, как у нас там этот мобиль, этот мобиль висит. Да, вообще прям кошмар. У меня там еще есть. Давай еще покажи. Ох, это е-мое. Это уже на побольше, да? Ну да, это уже 62-68 размер. Обалденно. А вот эти у тебя из какого магазина? Это мы с тобой вместе то, что брали. А, это мы вместе брали? Да. Мы же как раз на побольше брали. А тут у меня вот что. Да? Красота. Потрясающе. Потрясающе. Ай, е-мое. Почему она не бежевая? Я не поняла. С бежевым оттенком. А, ну да, точно. Пастельные тона, да? Ой, где есть? Господи, какая свитерочка-то моя. Мама дорогая, с елочками. Ой, не могу. Ну, это уже на вырез. Там всякие колготы у меня к нему. Ой, ой, ой. Вот только не знала, в чем с этого забирать. С роддома? Угу, так сложно. Конвертик какой-то новый. Прежде чем это конвертик? У меня есть вот такой конверт, но... У меня есть вот такой конверт, но он очень теплый. И я его стирала, он чем-то окрасился. Надо будет еще раз постирать с чем-то. Так это, наверное, от этого окрасилось. А хрен его знает. Но он немножко в пятнах. Ну как так? А так вообще вот это конверт. Конверт-одеяло. Но он очень теплый, мне кажется. Все. Вообще можно специально купить на выписку. Ну, я хочу. Да, я расстроилась, но уже ничего не поддерживаешь. Очень хорошенькие. Ну, надо купить на выписку. Посмотри в этом... На обрез. На обрез. Ну, кстати, на обрезах 100% есть. Не, я посмотрю. Привет, ребята. Новый день, новый влог. Сегодня, знаете, какое? 6 июня. 6 июня. Капец. Что там, понеделька вообще? Я уже забыла. Знаете, чем ближе к родам, тем меньше я вообще заглядываю в приложение. Реже взвешиваюсь. Это вначале-то такое на энтузиазме. Типа, так, а что? Сегодня я добавила... Мойла, м-м-м, ты что, гряб? Ну, короче. А потом уже не хочется смотреть. Так, 35 недель, 2 дня. Осталось 4 недели и 5 дней до родов, прикиньте. Сейчас ранняя рань. Сейчас 9.54. Встали мы в 8. 2 часа нам потребовалось на сборы. Дело все в том, что сегодня и завтра с утра до позднего вечера у нас будут съемочки. Мы с моей мамой будем снимать кукинг. У нас целая съемочная команда будет. Операторы, студию сняли на 2 дня. Блин, вышло дохрена. В первый раз вообще столько денег трачу на продакшн. Обычно вообще нисколько не трачу на продакшн. Потому что весь продакшн это я. Короче, будем снимать кукинг и по плану все это выпустить даже до родов. Все это будет выходить на Рутюбе, так что обязательно приходите, смотрите, ссылочку оставляю. Да там уже, наверное, выходят вовсю, когда вы смотрите этот влог. Так что для вас это не что-то новенькое. Но сегодня чуть-чуть, наверное, может, я думаю, поснимаем бэкстейдж, так сказать. У нас целая машина всего, потому что мы все везем свое с огорода. Куча кастрюлей. Что там только нет? Одежды. Я заказала нам с мамой фартуки. Ну, что сказать. Волнительно немножко. На маме был весь момент с едой связанный. На мне, собственно говоря, весь продакшн. Забронировать студию, все организовать, найти, разуметь. Взять что-то из дома, там, из посуды. Подготовить нам образы. Мы были в одних и тех же образах. Вот, типа это наша униформа будет. Надо было еще заказать эти шляпки такие, как у поваров. И какой-нибудь крыс себе на голову, на шею, на плечо. Чит, точно. Вот, чтобы мы как этот, рататуи были. Впервые за, не знаю, сколько месяцев кури кофе. Сейчас подумала, блин, сегодня такой день. Надо быть мудрячком. Короче, мы сегодня будем снимать пять выпусков кукинга. И еще завтра будем снимать три. Вот, всего восемь хотим снять. И решили сегодня побольше снять, потому что, чтобы завтра раньше освободиться. Чтобы завтра был день полегче. Почему? Потому что восьмого моя мама вообще запланировала какую-то сумасшедшую поездку на машине за тысячу, там, не знаю, 3-9 земель. Вот. Они поедут с бабушкой, я так поняла, с Сашей. Ну, с братом моим, с Матвеем тоже с братом моим двоюродным. Вот, короче, у них будет такая классная познавательная поездка. Они аж в Питер поедут. И там под Питер, и, короче, до Питера, короче, какие-то там вообще у них пути интересные. В общем, такое путешествие на машине они запланировали. Вот. И они поедут восьмого, а завтра седьмое, и у нас еще будут съемки. Поэтому мы решили, что сегодня мы должны побольше поработать, чтобы завтра пораньше освободиться. и что еще хорошего, что мы сегодня два дня и завтра, да, поработаем, а потом будем отдыхать. Будем отдыхать, а будут выходить классные выпуски, смонтированные также не мной. И я очень рада, потому что у меня будет классный контент, и я никогда не снимала никакого шоу. Так вот, чтобы, ну понятно, кукинг это не что-то новое, типа я такая, вау, что-то новое, ребята, вот такого еще никогда не видели. Но все равно клево. Так, мы уже подъезжаем. Фух, жарко сегодня, капец. Так что приедем. Уже когда приедем, на месте мы уже чуть-чуть, и сейчас будем смотреть там по проездам, и потому, чтобы попасть туда куда-нибудь на вода. Ну что ж, ребята, мы уже приехали, я переоделась в свою униформу, сейчас подъедет мама. Вот такой у нас будет классный вид. Сутка красивая. У нас большая, крутая, профессиональная команда. У нас даже камера сверху, я в шоке. А сколько у нас звук? Четыре камеры, звук. Девки! Вообще так здорово, так круто. Мне очень нравится. Классный зал, причем нашли, так, неподалеку от нашего райончика. Нам еще завтра сюда приезжать, как на работу. Вот, так что вот так вот. Сейчас Слава пошел встречать мою маму. Приехала мама, у нас тут вообще трэш. Тут еще лифта нет, которые типа для людей есть, только грузовой. Вот, и Слава с Кириллом тащили кучу сумок тяжелых. Вы представляете, сколько там всего? У мамы же еще куча заготовок, вы что думаете? Мы будем тут на каждый выпуск по 5 часов тратить. У нее там есть бульон. Муха жирная. Будет третий. Ведущий. Они издевают, что ты с ременькой внизу сделаешь. Как я должна открыть вот это вот? Вон сбоку я вижу дырочку. А ты его не закрывай. Не, нет. Осторожно. Я вижу лазейку. У меня палец толще просто. Он там застрял. Ты давай это должна подтягивать. Надо сюда шнурок какой-то. Ой. Зато красиво. Без ручек. Все пофуньсую по новым этим дизайнерским стандартам. В общем, ну что? Красота. Слава. Саня. Все такие деловые. Бизнесмены. Все в телефонах. Короче, мама расставляет продукты в холодильник. Вот. Время уже дофига. Уже почти 11. Ну, я думаю, в 11.10 уже можно будет начать. Сарико, муха сидит на нашей курице. А я и говорю, тут такая жирная муха. Пока я не делаю. Для кукинга супер. Да, прикольно. Что? Что? А какашка, вот это? Что? Чем здесь снимается? Ну, что хватит. Хватит. Секундочку. Чуть не надо. Холодильник, конечно. Это, это, денег. Это искусство. Секундочку для носа. Секундочку для носа. Еще? Помнишь, помнишь. Еще? Хорошо. Ну, как правило, масло должно покрывать одну сковородку. Потому что очень быстро все варится и готовится. Ну, один минус, а нашу нет. Да. Ну, если вы не снимаете до конца, то это будет вот разно. Да, такими, знаешь, что у меня есть в мостане. Я очень люблю добавлять вот и помидоры, и болгарские уехи. Ну, бывает такое, что не всегда помидорят нас по-другому. Можно добавить ложечку томатной пасты. Да, как можно меньше. Вот примерно как-то масло-соро. Размешилось, потому что не было. Ну, ребята, короче. Я же боюсь представить, сколько она работает. Есть тут такой прикол. Очень шумит плита. И вдруг, наверное, будет не очень. Ну, нет, я думаю, как бы будет. Потому что у нас тут микрофоны, но есть некоторые элисы. Изрубляешься, да? Очень красиво. И тут же-то мы снимали именно для того, чтобы готовить. А тут как бы все это предусмотрено на сайте, даже написано, что можно додать. Сейчас опять мою скандалку ставить. Но есть некоторые нюансы. А еще я звонила заранее, уточняла по поводу плиты. И оказалось, что она типа индукционная. Но у нас тоже такие. Но мне по телефону сказали, что она обычная. Ну, короче, нам пришлось одну кактрулю, повороты точнее, брать. Не свою, а то, что здесь есть. Ну, хорошо, что есть. Ну, что ж, наконец-то, момент истины. Борщ готов. Хранить смысл очага. Нет, это само собой. Уже 21-й и все. Я это само собой, конечно. Так, что касается соуса. Вот, для быстрого, он у нас всегда одинаковый. Когда я с говядиной делаю, в данном случае у нас печень. Ну, что? А, снова. Могой, все. Все. Так, ну что ж, ребят, все наши вкуснейшие блюда готовы. И сейчас мы их отведаем, попробуем. Я же несу, ты вообще. Ну, видишь, она тает во рту. Ну, что, второй выпуск, мы застрей сняли? Да. По ощущениям, да. Короче. Мы готовили печень. Самое приятное, что после каждого выпуска, то, что мы приготовили, можно посидеть, поесть. Вот. Я не ела борщ, потому что мы его первым снимали. Мне не хотелось борщ, что-то. Ну, типа, утро. Ну, уже не утро, как бы, день был. Вот. А вот это блюдо. Всех кормим. Вот. У нас там куча наготовленных. То, что после каждого выпуска надо будет все съесть. Какое время? За сколько больше сняли этот? Один такой сверху, чтобы... Может быть, за час. Да? Угу. Дальше, что мы готовим? Сейчас я посмотрю, у меня тут записано, что мы дальше готовим. Так. Свиная отбивная из карбоната. Угу. Не поздно брать эти звезды. Нет? Не боюсь. Я ничего не боюсь. Сейчас все приготовим. У меня чайок здесь зеленый. Угу. О, я тоже буду чай. А может, вообще работать не будем? Вот и все. Причьлось ограничить себя в каких-то там любимых продуктах. Все, чтобы... Да, забыть про временные привычки. И заняться спортом. Пустя приесть результат на лицо. Ну да. Всем рекомендую. Молодец. Еще один прикольный вопрос. Как ты не отгостишься к няням? Субтитры сделал DimaTorzok. Молодец. 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 Села на час до 9, причем мы это сделали не потому, мы как раз к 9 закончили, да. Мы в 8.50 спускались по лестнице, а сняли вчера пять выпусков. Хотя по сути должны были 4, но мы решили блин давай сегодня сделаем день полегче, но я вам рассказывала. Вот ничего, справились. Молодцы вообще. И сегодня добьем 3 выпуска, на сегодня мы оставили такое ну в наших каких то пониманиях может полегче, но я думаю сегодня мы точно будем быстрее работать, потому что мы уже с этой кухней сработались, мы ее уже узнали, с плитой вот это все поработали, знаем, короче, что еще, куда идти подниматься тоже знаем. И из-за того, что мы продлили до девяти, нам сказали, что мы можем все оставить там, то есть нашу посуду, какую-то там одежду, да, нашу форму, униформу, операторы там оставили свет, штативы, ну то есть они по сути забрали только камеры, ну самое такое дорогое, я думаю, и все, то есть мы договорились сегодня тоже, у нас с восьми утра студия была загронирована, но мы как бы договорились, что мы не будем с восьми утра, потому что мы точно не вывезем с восьми утра, ну приезжать к восьми, это получается у меня на сколько, в шесть надо встать, чтобы накраситься, нормально позавтракать, да ну нахер реально, но мне надо, но мы договорились так же, как вчера с десяти, вот, единственный плюс, что мы точно быстрее сможем начать, потому что у нас там уже, ну все расставлено, только кое-что мы довезем, потому что сегодня я буду делать свои фирменные котлеты, я знаю, что вы на ютюбе уже не один раз видели мои фирменные котлетки, которые бабушка научила меня делать, но на ютюбе у меня может быть другая аудитория, и я хочу этот рецепт офигенный тоже запечатлеть в таком шоу. Чебуреки мама будет делать, и еще у нас будет такой выпуск с салатами, но они необычные, там какие-то салаты, типа огурцы, помидоры, там что-то все намудренное, интересное, но это тоже мамино, то есть сегодня мы снимаем два выпуска, где мама профи, а я так, да мам, что порезать, давай, и как резать, и один выпуск просто, что-то мой, можно сказать, потому что у нас будут котлеты с рисом, а это два моих главных супер-пупер блюда. Сегодня мы тащим дополнительную мясорубку с собой, понятное дело, чтобы показать процесс. Снова встреча на том же самом месте, видите, как мы тут все оставили? Вот, довезли мясорубку, стаканы я взяла вот эти, рис в пакете, лук, и в холодильнике куриное филе с маслом. Вот здесь не лучше, да, стал? Оно все равно видно, знаешь, типа, если прям, ну, присматриваться. Мне кажется, все равно чисто не будет. Ну, чисто все равно не будет, ты же все не сможешь отодрать идеально. Такая прикольная здесь студия, на самом деле, классный зал. Ну, и да, вчера мы все помыли, что сегодня прийти на все готовенькое. Мне кажется, вот эти масла, у нас еще все не получилось. Ну, так, мне кажется, с родителями, честно говоря. Короче, я забыла взять из дома топленое масло, и поэтому его использовалось обычно. Ну, если обычно, ты его растопила бы. Ну, это не топленое масло. Ну, как это? Масло, которое ты топишь, даже если в микроволновке, это и есть топленое масло. Угу. У меня тут еще чебурек, конечно. Последнее. Ну, я его не съем. Это то, что мы снимали сегодня в 7 часа. Я его не смогу съесть, потому что... Для тебя же никто не заставляет. Это очень большая масса. Потому что мама после каждого выпуска... Ой, ну все, я точно 3 килограмма. Ты стала такой недушной. Я осталась у нее навести с утра, ни грамма не прибавила вообще. Хотя я переживала, что после прошлых съемок я себе наела. Ну, потому что все приходится пробовать. Это во-первых. Во-вторых, все очень вкусное. Вот. И как бы попробовала, надо же доить до конца. Завтра я уезжаю. Буду постоянно ходить ногами. Очень много. Потому что у нас экскурсионная программа очень большая. Вот. Мы объедем несколько городов экскурсии. Поэтому... Ну, в общем, в принципе, в принципе, да, наверное, выкладываешь. Свои запрещенки. Ой, да, нельзя это говорить. Ты ничего вырежешь. Ну, я болтаю, пока она ест. Просто у нее рот занят. Поэтому... Ну, мы уже сработали с тобой, коллега. Не то слово. Ну, такая сегодня усталость более-менее приятная. Вчера, конечно, была на семье. Я вот, когда мы первый выпуск сегодня снимали, как раз в Чебуреке. Ну, потом посмотрите. Может, уже даже вышло. Мне, наоборот, почему-то я... И мы только проснулись. Как-то еще не вошли в кураж. Ну, у нас первый выпуск всегда такой... Нет, все супер. По рецептам, по схеме-то все супер. Ну, именно вот по состоянию такой. Немножко вяленькое. Потому что еще не включился в этот темп. Да? Во-первых, здесь плита совсем другая. К ней приходится привыкать. Но где-то уже, когда снимаешь второй-третий выпуск, уже более-менее адаптировалась к этой плите. Ну, да. Ну, ничего. Мы все равно... Сначала так как-то необычно. Потому что... Ну, у меня, например, вообще... Что дома, что на даче, вообще другая. Поэтому всегда хозяйка привыкает к своему рабочему месту. Когда оказывается на другом, сразу становится тяжеловато. Я знаю по себе это. Я даже когда к Юле приходила, вот раньше там что-то готовить, помогала. У нее тоже другая плита. И... Нет, лучше всего на своей плите. В город. У нас ночевка. В день день мы остаемся. Потом мы едем в Карелию. В город Сартовала. Тоже у нас там, по-моему, 3 или 4 дня. Постараемся там объехать все интересные места. В Русскеала и НЛА съездить. Ну, по крайней мере, в планах все это есть. Вот. Потом мы едем в Питер. В Питере мы будем 4 дня. Постараемся за это время обойти все самые интересные места. Не, ну я была, конечно, в Питере много раз. И я еду с бабушкой. Мы берем с собой детей. Сашу и Матвея. Матвей это мой племянник. Вот. Очень хочется... Но они уже подросли. Ему тоже уже интересно это показать. Вот. Так что такая у нас познавательная поездка. Потом после Питера мы еще в Пушкин останавливаемся, по-моему, один день. Вот. И уже потом в Москву. Я все это время удивлю. Я надеюсь, что у меня получится. Мы уже ездили в Дивеево. А, ну Дивеево это все равно еще не это. Не, ну 6 часов практически мы ехали в Дивеево. Дорога-то плохая туда. Не везде хорошая дорога в Дивеево. Вот. А в Питер, говорят, очень хорошая дорога. Платная. Ну, конечно, платные дороги. Думаю, там чеемся с ветерком, и все будет хорошо. Вообще, у нас в последнее время, я очень хотела сказать, очень классные дороги. Стали строить, построили уже много. Мы в прошлом году ездили на машине в город Ейска замечательный. Да, в этом и так далее. Всю дорогу, платная дорога, шикарнейшая просто. Мы доехали, не буду брать, по-моему, часов за 14. Может, я ошибаюсь, может, даже быстрее мы доехали. И нам очень понравилось с мужем. Представляете сейчас. Еще нет трех. Нам осталось один выпуск отснять. Это очень хорошо. Вообще, у нас в студии сегодня до 7. Но нам тут, конечно, собрать кучу всего надо. Но знаете, как после тяжелого рабочего дня собраться можно очень быстро. И это, скорее-скорее уже домой. Отдыхать. Хотела бы я, так сказать, отдыхать. Но нет. Никакого отдыха пока. Не так самое. Я вот думаю, вот рожу и отдохну. Пусть что-то звучит, наверное. Но, по крайней мере, я себе уже дала какую-то установку, что когда рожу, возьму себе какой-то вот этот отпуск, типа, и не буду париться по поводу того, что где-то что-то у меня неидеальное, где-то я что-то не успеваю, какой-то проект я не могу взять. Ну, то есть нужно... Ну, поэтому сейчас, наверное, в принципе, активно и работаем, двигаемся, чтобы потом со спокойной душой уже посвятить себя материнству. Ну, первое время уж тем более, понятно. Вообще не знаю, как это будет, так что посмотрим. Ребята, хочу вам показать процесс изнутри. У нас, видите, внизу вообще какая движуха. Ну, на самом деле, тут все нужно. Но это для влога, это интересно. Да, здесь мы еще параллельно успеваем посуду помыть. Посуду помыть, все, да, движуха такая. Сейчас у нас небольшой стоп, чтобы достать вот такую, потому что туда мы переложим вот это, вот. А выглядит у нас все вот так вот. Сейчас мы сидим, и вот такой вот у нас вид. Софиты, камеры, мы звезды. Вот здесь камеры сверху у нас нет. Так, надо потереть. Так вот мы подходим постоянно и что-то ищем здесь. Бегаем такие суматохи. Нож больше с лопаткой не надо? Вот тут вот, протри, чтобы без духа было. Вот, видите, какой пол грязный за два дня. А, я видела. Но это ничего страшного. Да, вот этот мусор твой видно? Не видно? А, можно, наверное, надо его убрать. Очень важно, какую фирму покупаешь вот эти все соусы. Я как бы не то, что я их хочу рекламировать, но вот эти фирмы очень хорошие, они реально... Да, мы можем показать нам страшно, который сплотил нам этот соус. Мы не рекламируем, просто говорю, что вот этой фирмы офигенные соевые соусы, соус терияки. Потому что, допустим, если берешь какой-нибудь дешман, то не получится тот вкус, который должен быть сегодня. Так проходят съемки салатев. Видите? Так мы это на видео должны сказать. Ну ладно, чуть-чуть посыпем. Чуть-чуть, скажем, посыпем. Интересно потом посмотреть, конечно, когда смонтируется. Наверное, так клево будет. Такие помидорки. Так аппетитно там все выглядит. Как здорово. А, вот видите, как камера нас снимает? Сверху. Прикольно. Не встал. Ну вот, у нас получился такой чудесный салат. Заключительный метал. Это корешка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребята, садите, камера, прикиньте. Мы закончили. Сейчас 5 часов. Ух ты. И мы, собственно говоря, отчаливаем домой. Так что смотрите у меня на YouTube выпуски, как мы готовили. Ребята, какое же приятное чувство, когда все снял. Мы же 2 дня подряд рано встаем. Представляете, еще как? Я-то, понятно, должна рано встать. Мне еще накраситься надо. Но, Слава-то, по сути, мог бы еще поспать часок. Но нет. Ну, допустим, да? Он встает с кровати раньше меня. Потому что он меня натягивает компрессионные чулки. По поводу этих компресс-чулков, между прочим, он немножко интимчиком попахивает. Только ты на меня их натягиваешь, и тебе это очень тоже не самое легкое занятие. Это же не обычное, они же компресс. Спортивная зарядка. Да. С утра. Вот если бы ты с меня их стягивал, другой разговор. Тебе уже верно. Ну, стягиваешься их вонючими. Семей на жизнь. Представляете, один раз, это было вчера, да? Когда у меня нога, это судорога была, или что у меня было? Позавчера, наверное. Позавчера. Короче, Слава на меня натягивает на одну ногу компрессионный чулок, и у меня сильно, ну, короче, икра заболела. Но это не судорога, как, свело? Свело, да? Свело, да. Свело, короче, ужасно свело икру. Я такая, типа, а-а-а, играешь, что с ней? Он начал по ней стучать снизу, у меня сразу все прошло. Я говорю, ты что, откуда ты знаешь? Я футбол пересмотрела. Он говорит, спортивные это, там же тоже как-то так делают, да? Да. Блин, ну нифига себе. Надо снять спазм. Да, он, короче, постучал мне по ноге, у меня сразу все прошло за секунду. Я думаю, ничего себе. Короче, снизу так. Так, уаня. Хорошо знать первую эту помощь, оказывается. Я, кстати, периодически об этом думаю. Вот, блин, такая тема. У нас в школе нифига ничего такого не было. Все, что нам в школе рассказывали, да я даже не знаю, из первой помощи вообще, что я знаю. Только то, что в самолете каждый раз рассказывают, что сначала маску на себя, потом на ребенка. И то это ни хрена, ни первая помощь. Ну, короче, чушь какая-то. Надо какой-то курс пройти, какие-то видео посмотреть. Все равно видео недостаточно. Вот эти рот в рот. Как понять, если у человека там то, все, приступ какой-то. Ну, короче, я просто так, знаете, задумалась ребенку как помочь, если что. То, в общем, не хватает какой-то такой образовательной программы в той же школе. Не знаю, напишите в комментариях, у вас вообще что-то такое было, что я не помню. У тебя было что-нибудь, знаешь, типа на ОБЖ или где там? На ОБЖ, наверное, рассказывать должны. Ну да, там рассказывали какие-то, типа, как противогаз одевать. Что тогда я считал абсолютной чушью, зачем мне это знать. А сегодня я такой думаю, вроде как, не полезная информация. Ну, противогаз уж, конечно, нет. Ну, понятно, но я имею в виду даже какие-то... Ну, наверное, в школе зачем рассказывать детям, там, если не дай бог инсульт у человека, да, как ему помочь. Почему нет? Дети вообще обучаемые. Могут взрослым помочь. Дети обучаемые очень хорошо, типа, и они спокойно могут сделать эту процедуру. Если общество будет более образовано, даже если, как бы, и ребенок будет это знать, я не думаю, что это будет плохо. Просто слава богу, да, и дай бог, чтобы никогда мы не сталкивались с какой-то такой ситуацией в наших жизнях. Ваших тоже желаю, чтобы ничего такого не было. Ну, просто, если, не дай бог, какая ситуация, ну, просто помощь надо уметь оказать. Я просто, что я об этом вообще подумала? Подарок какой-то. Абсолютно не в курсе, что там, от кого вообще. Прям очень неожиданный подарок. Реально не знаю, просто вот такой вот подарок пришел. И сейчас с вами откроем. Ты что, Вив, вышла? Что от папы ушла? Ух ты! Я вообще не в курсе, что здесь. Так волнительно. Обычно бренды, которые хотят сделать какой-то подарок, мы с ними как-то списываемся. Они мне говорят, вот, выберите себе что-нибудь для малышки. Или там, можно, мы вам там какой-то комплект подарим, соберем. Ну, то есть, как-то так. А тут прям вообще я без понятия, вообще не в курсе, что здесь, от кого, что за бренд. Реально вообще, не знаю, просто вот позвонить, сказать, вам посылка. Все, так что смотрим. Тут чего-то очень много. Подгузники! Нифига себе! Так, 4,8 килограмма. С. 80 штук. Во, Ньюборн. Вот таких маленьких подгузников две упаковки подарили. Надо сейчас обязательно нам открыть, посмотреть на них. Гигиенические трусики. 5 штук. Блин, классно. Одноразовые впитывающие пеленки. Я уже столько всего поназаказывала, но все равно это то, что пригодится. Так, здесь боди. Вот такое вот милое боди. У нас что-то яркое появилось, девочки. Так, это что? Детская многоразовая пеленка хлопковая. Ну, просто пеленочка. Вот такая вот. Пригодится. Таких пеленочек нам прям... Не, у нас есть уже немало, но они всегда пригодятся, я думаю. Так, салфетки для стирки. О, для чего? Чтобы впитывали в себя цвет какой-то. Деликатно удаляет загрязнение, не портит тканевые волокна, возвращает яркость с тканем. То есть это прям салфеточка такая заменяет порошок и гель, что ли? Я даже не знаю про такое. Интересно, девчонки. Напишите в комментариях, кто в курсе. Вкладыши для груди. Пеленки. Так. Термобутылка для мамы. Это типа выходишь на прогулочку с пупсиком, чаечек себе заварил кфеечек и пошлепал. Вот такая вот бутылочка. Так прикольно. Представляю, сколько еще подарков нам, наверное, надарят после рождения. Ну, просто вот бутылочка для чая. Кофе, например. Прикольная такая, можно повесить сюда за что-то. Nappy Club. Так, вот влажные салфеточки. Так, тут какие-то тоже наряды, давайте посмотрим. Так, ползунки. Вот такие вот ползунки. Кстати, что за размер, интересно? Что-то немаленькое, мне кажется. По размеру выглядит как этот. 62 размер. Класс. Там на фоне маленькая собанька ходит. Такой вот боди. Под ползуночки как раз. Вот такой крем ланолиновый. Для беременных и кормящих. Как раз для сосков от трещин. Чего-то такого. Сахарный скраб для тела. Интересно. Детский шампунь-гель для купания. Крем под подгузник. И последнее, что я вижу. Вот такая бутылочка. Сейчас посмотрим. Бутылочка антиколик. Антиколик. Интересно. Вот такая вот милая бутылочка. Смотрите, какое чудо. Бананчик. Это же бананчик. Классный банан. А, ну видите, они такие минималистичные. Без всяких. Такой вот приятный подгузничек. Класс. У нас теперь подгузников много. Будем пробовать. Так смешно. Втыкается носом в бортики. Нюхает. Вчера я постирала ее лежаночку. Вот эту. Не, ну вы не подумайте. Я ее не в первый раз стирала. Просто не сказать, что часто стираю. Вот, Вилла сейчас с ней заново как будто познакомится. Все, ее обнюхивает. Да, это твоя лежаночка. Просто я ее постирала. Так смешно. Вот эти носочки. Странный вид. Тебе нравится или нет? Что ты нюхаешь так? Смешно. Че внюхиваешься? А? Че внюхиваешься? Вчера наводила дома чистоту и порядок. Не знаю, увидеть его нет. Уже, наверное, тяжело увидеть. Ну, короче, там залежаночка. И у меня стоит коробочка. Видите, под шкафом коробочка. Я ее заказала с ВБ. Это для того, чтобы туда засовывать как раз удлинители, провода. Все это прятать. Чтобы была красота. Помыла во всей квартире полы. Постелила ковер. Ему нужно отлежаться, прижаться. Потому что он долго был скрученный. Мне показалось, что уже пришло время, чтобы расстелить ковер. Потому что он у нас давно. Но мы его не стелили. Потому что я думаю, блин, ну че? Сейчас постелим. Быстро засрется. Вот. Ну, теперь пора. Слава также вот такую штучку повесил. Просто сверху вкрутил там какой-то болт. Типа гвоздь. Просто сверху вот так вкрутил. Ну, это супер. Потому что мы не портим стены. А на шкафу сверху все равно никто ничего не увидит. Даже если там будет дырочка в итоге. Вот. Пока что здесь так вот. Ну, ничего такого, чем я пользоваться буду, понятно, для малыша нет. Потом у меня здесь появятся там подгузники, пеленочки. Не знаю. Тряпочки. Горючие. Все, что надо. Пока что здесь просто вот такие две игрушечки торчат. Одна. Я думала, что вот это та игрушка, которая надо. А оказалось, что та, которая надо, это вот эта. Алила. Дайка Алила. А, надо же хвост покрутить. Ну, короче, тут какие-то звуки, дрюки. Я их сюда засунула, чтобы они не хочет она на нас смотреть. Ну, ладно. Тут у нас видео няня. Слава выбирал. Вот. Ну, вроде как одна из, типа, лучших. Считается. Мы ее уже тестили. Как всегда на Вильгене. Каскадере все хорошо. Там приближается. Голова вот эта вот, типа, как сова крутится. Черно-белым, точнее, ночное видение снимает. Звуки записывает, передает. В него можно говорить. Из другой комнаты тоже он передает. Ну, короче, потестили. Ну, посмотрим уже в применении, скажем так. Ну, в целом, вроде как, ну, по отзывам один из лучших считается. Вот этого розового зайку мама привозила из Дивеева. Он, по-моему, даже освещенный, такая вот игрушечка. Вот. Привозила для нашей дочурки. В Дивеево там храмы, церкви. Вот. Я сама в Дивеево еще ни разу не была в такой поездке. Так что вот такая здесь милота и красота. Вот так вот чудесно выглядит эта комната. Ну, чудесно. Вот это, конечно, там скопление. Мы его приберем, это скопление, потому что вот эту ванночку мы сможем прятать в шкаф. Вместо автолюльки, например, сможем ставить. Потому что автолюлька, понятно, у нас будет в машине, скорее всего. Либо там где-то. Что будем пользоваться. В принципе, как и ванночкой же тоже часто будем пользоваться. Постелила вчера новое постельное белье. У меня вчера был день уборок. Вот такие вот заказала. Той же фирмы, что и наши другие. Эти были комплекты. Только вот с такими акулами. Да, Вивочка. Моя зайка. Искупала Вивочку. Притерла тут везде пыль. Помыла полы. Короче, красота. Наводила красоту. Вот. Так что ванночки потом уберутся. Одна какая-то уедет на дачу. Мы посмотрим, какая нам удобнее, чтобы уехала на дачу. Складная, которая, конечно, была бы удобнее здесь, в Москве. Либо, которая вот внизу. Не складная, которая, конечно, нам место занимает здесь. Но посмотрим. Подумаем, протестируем в Москве и ту, и ту. И сделаем какие-то выводы. Ну и матрасик вот этот, который наверху. Ну, с ней все понятно. Матрас для пеленального столика. Но у меня одна подружка, у которой сыну уже скоро, наверное, годик даже будет, написала, что вот на такой пеленальный столик, да и вообще, в принципе, лучше не такой пеленальный матрас, а на всю. Она мне скинула даже артикул на ВВ, так что я, скорее всего, закажу, посмотрю. Потому что вот этот такой с бортиками, и типа из него быстро малыш вырастает. Еще что-то. И на самом деле мне тоже не очень нравится то, что он вот, ну, какой-то такой вот, и остается какой-то промежуток. Хотя, с другой стороны, это хорошо, потому что я туда могу что-то поставить, чем я буду пользоваться. Здесь все хорошо, все классно. Единственное, знаете, такое даже не то, чтобы минус, очень тяжело убираться под этой кроваткой, потому что довольно-таки низкие вот эти вот деревяшки. И пропылесосить пылесос у меня вообще туда не проникает. А швабру, это мне надо хорошенько нагнуться, и тогда все протрется. То есть швабры я могу, но из-за того, что я сейчас беременна, на девятом, кстати, месяце, конечно, мне это не супер прям легко, вот, но в целом я, конечно, все равно в восторге от этой мебели. Мне очень нравится. Так, я думаю, что уже прижалась. Это я положила просто, чтобы прижать. Я вчера разбиралась в шкафу. Не просто так разбиралась, а тут просто такие порядки наводила. Короче, во-первых, нам очень много подарили подгузников, ну, вы знаете. Я их пока сюда убрала, чтобы не занимать детский шкафчик, потому что там и так достаточно много всего. Здесь у меня какие-то мои приспособления для волос. Я решила, что они будут храниться здесь. Какие-то украшульки, бижутерии. Здесь у меня наушники вот эти вот, на ушки теплые. Там что-то тоже по мелочи, какие-то украшения. Тут пока не забито, пока стоит утюг, потому что мне его отсюда очень удобно брать. Это вот такая штучка классная. Вот, найти легко, просто напишите, типа, разделитель в ящики, в комод. Вот так вот выглядит. Вот, воткнула в эту штучку, потому что она, короче, не сильно длинная. Так что, смотрите, там есть, кстати, разные размеры. Вот, какие-то длиннее, сильно в стенку упираются какие-то, нет. Но мне просто здесь нужно было какой-то порядок навести. Сюда я перенесла Виви на пеленки. Тут наши постиранные с мамой со съемок фартуки, но потом я их отсюда уберу. Тут у меня все для Вивы, ее наряды, вот эти вот игрушки, вот эти вот игрушки. Такая вот миска дорожная. И эту третью таблетку нам надо будет выпить. Вот, думаю, что завтра, послезавтра выпьем. Сюда принесла еще коробки для обуви. Тут у меня куртка, которую нужно отдать в химчистку. Здесь провода-удлинители. Это сумка. Так же, как и здесь вот у нас сумки такие в дорогу, в поездку. Вот это надо увезти на дачу. Там один на матрасник, а другой шланг, который вот у нас порвался. И здесь тоже, кстати, по-моему, вот это вот то, что нужно увезти на дачу. Потому что наверху в коробке там эти гирлянды. Ну, короче, то, что вот мы сняли в квартире. А это я заказала какой-то отбеливатель, еще не пробовала. Здесь у меня постиранный бин-кунг. Всякие тряпки для кормления в общественном месте, чтобы прикрывать. Короче, здесь просто у меня много разных вот этих тканей. И некоторые очень много занимают место. Стерилизатор сюда убрала. Здесь украшения от Ля Редут, которые надо придумать, куда повесить, если будем вешать. В итоге вот такие вот птички. То, что я разбирала, кажется, что... Ой, ну некрасиво же все равно лезет. Но поверьте, там надо было разобраться все равно. Вот тут я прикольно разбиралась, потому что здесь как раз-таки были пеленки. Ну, короче, здесь у меня вообще... Что тут только не было. Тут все было только в пеленках и в туалетной бумаге. Все вот эти уходики, штучки, дрючки были здесь. Все, что для стирки, для мойки, всякие штуки были здесь. А я в итоге распределила. То есть тут у нас туалетная бумага. Какие-то вот эти вот штучки. Там масло, не масло, крема, шампуни, не шампуни, запасные какие-то штуки. Вот здесь тоже в коробке всякие запасные, типа ватные диски. Еще там какие-то шампуни, мампуни, подарочные наборы. Тут у меня есть вот такие вот эти пакеты для грудного молока. Но, не знаю, хорошие, нет, заказала такие. Пока сюда убрала. Так, здесь у меня все, что связано со стиркой. Гели для стирки. Сюда я пересыпала порошок стиральный. Здесь для моих этих компрессов. Тут все детское для стирки. Кондиционеры. Вот. Пока что так, не знаю. Ну, что-то может будет потом меняться. Здесь мыло, которое я вливаю в этот дозатор. Тут у меня всякие тряпки для уборки. Видите, как много? Не думала, что так много у меня их будет. Это я тоже заказывала на маркетплейсах всяких. Это сумочка, куда обычно я убираю, когда мы куда-то на дачу едем. Всякие там умывалки, еще что-то. Здесь у меня стоит все, что связано с уборкой. Вот я, кстати, не доубиралась. Буду продолжать сегодня. Ну, тут просто средства. Все вот эти для мойки. Губки, шмутки. Короче, такая дребедень. Тут банки всякие, вкусняшки. Тут, значит, обувь. Также я наводила вчера порядок на кухне. Не знаю, может, еще поменяется, конечно. В итоге все-таки поставила сюда вот эти тарелки-миски, которыми мы часто пользуемся. Сюда еще доложим из посудомойки. Надо достать маленькие такие тоже мисочки. Здесь еще меньше. Там пустые банки, но я их попозже забью, пока не придумала чем. Вот сюда я решила в итоге поставить крупы, которыми тоже часто пользуемся. Вот вчера как раз делала рис. Здесь у меня вот такое вот. На рюмку не смотрите. Ее вообще надо унести туда, где у нас сегодня стоит. В маленьком вермишель. Потом макароны. Там панировочные сухари, мука. Там какая-то банка, которую надо на дачу отправить. Ну и, в принципе, все. Тут пока ничего нового. Но я долго, конечно, все равно разбиралась. Много мусора собралось. Также здесь тоже раскладывала кое-что. Положила сюда мыло, чтобы пахло, потому что что-то... Я тут уже, знаете, сколько раз мыла эти полки. Просто закачаться можно. А все равно пахнет вот мебелью, короче, бесит меня. Поэтому не знаю. Поставила мыло открытое. Ну, сейчас получше. Я вчера положила подгузники. Это эти для груди. Но это не все, что у меня есть. У меня есть от разных фирм уже. Здесь вот такой контейнер поставила, который у меня стоял в коридоре. Я его вчера помыла хорошенько. Что тут у нас новенького? Вот такая вот расчесочка. Очень мягенькая. Вот это вот так. Потом я для этого все-таки закажу какие-то тоже контейнеры с крышкой, чтобы закрывались. Для ватных дисков тоже. Там влажные салфетки. Ну, это сейчас у меня так стоит. Понятно, что, скорее всего, это будет как-то по-другому, наверное, лежать. Потому что потом я пойму, как мне удобней. Тут у меня вообще. Тут у меня куча пеленок. Тоже влажные всякие салфетки. И вот это все вкладыши для груди. Представляете? А, вот это все вкладыши для груди. А это все трусики. Вот это все. Вот эти вот трусики, послеродовые которые. Здесь у меня ничего такого суперинтересного нового нет. Тоже кое-что раскладывала. Вот эти контейнеры поставила. Это надо будет взять в роддом. Заказала вот такую вот грелку. Типа против коликов. Я подумала, что пусть лучше она у нас будет. Чем вдруг ее не будет. Она нам понадобится. Здесь молокоотсос стоит. Надо его тоже продезинфицировать. Зарядить. Все, короче, подготовить. Потому что у меня уже началась 37-я неделя. Вот. Тут у меня вот такие пустышечки. Сосочки от Philips. Получается, от них же у нас молокоотсос. И я читала, девчонки в телеграмм мне писали, что они очень классные. Что детишки их только вот такие брали. Вот. Они есть там разный возраст. От нуля до трех. От трех что-то до шести месяцев. Ну, короче, и старше, и старше. Ну, короче, посмотрите. Посмотрите. С разными рисунками есть. Я выбрала вот такие. Хотя были более нейтральные. Но я решила, пусть они будут такие красочные. Здесь еще какие-то сосочки. Штучки-дрючки. Я их решила раскрыть. Хотя, конечно, ну, нехорошо. Все продезинфицировать, понятно. Надо помыть и так далее. Но я это сделала. Я думаю, что ничего с ними пока не случится. Здесь у меня вот такой вот контейнер, можно сказать, пустой. Тут еще два пустых. Тут мобиль, мобиль. Тут всякие игрушечки, штучечки, дрючечки, которые нам пока не нужны. Игровой вот этот коврик. Подушка тоже пока не нужна. Здесь одежда. И тут тоже какие-то игрушечки и пустой контейнер. Вот. И книжки. Тут вчера тоже все помыла. Навела порядок, красоту. Кисти тоже помыла. Вот такая вот у меня теперь идеальная чистота. Так что все. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока.